Я советую вам нанести также на руку тональный крем, затем распределить по лицу, неважно откуда вы начнете, здесь нет никаких секретов, просто наносите как вам вздумается. Макияж повседневный и на выход можно сделать и самим, главное знать в какой последовательности и что наносить. Сейчас в интернете масса видеоуроков по любым видам макияжа, в стороне не остаются и барнаульские мастерицы. Итак, девочки, я сегодня вам расскажу о цветовых сочетаниях. Это Елена Навражина в сфере красоты на около 10 лет. Сейчас временно осталась без клиентов, но без дела сидеть не привыкла. Делает видеоролики, подает информацию через соцсети. Для этого пришлось переоборудовать студию красоты в съемочную площадку, свет, камера, штатив. Елена заранее определяет тему и продумывает сценарий. Уроки в основном для себя. Это какие-то топ, как подобрать тональные средства, какие идеальные цвета будут подходить, какие там к макияжу глаз в одежде, ну вот какие-то такие базовые. Как нарисовать себе красивые брови, как их расчесать, какие продукты. То есть вот часто задаваемые вопросы, и я их показываю в видеоролике. Конечно, такие уроки доходы не приносят. Основной заработок Елены – это занятия в офлайн и макияж клиенткам. К сожалению, работа остановилась на 85%. Абсолютно ее нет. Единственное, что есть возможность работать онлайн. Теперь онлайн Елена обучает базовым навыкам макияжа, но стать полноценными визажистами вот так на удаленке ученицам Елены уже сложнее. Из плюсов онлайн-обучения главный – то, что появляется больше времени на отработку материала. Конечно, живого общения не заменить, но сейчас важно оставаться дома. На данный момент наше занятие проходит онлайн. С уверенностью могу вам сказать, что это очень удобно и практично. Занятие у нас проходит каждый день. На занятиях мы изучаем строение лица, рисуем глазки, рисуем бровки на наших эскизах. Курс их скоро закончится, но отработать технику на людях и попробовать свои силы в профессии будет почти невозможно. Ведь мастера сферы красоты продолжают оставаться дома, причем пока на неопределенный срок. Дорида Миллер, Николай Шелко. День с толком.